Уважаемые телезрители, уважаемые журналисты, настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины, против тех, кто с страхом, террором пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики, представляющие абсолютное меньшинство жителей Украины. Существующий выход из ситуации – выполнение всего того, что было обусловлено договором между президентом Украины и оппозицией с участием министров иностранных дел Франции, Германии и Польши, а также представителя Российской Федерации. Немедленное начало и завершение в сентябре 2014 года конституционной реформы, которое бы уравновешило все ветви власти, то есть полномочия президента, Верховной Рады и парламента. Далее проведение президентских выборов в декабре 2014 года и принятия новой конституции. Конечно, очень важно провести беспристрастное расследование актов насилия под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы. Немедленная сдача в органы внутренних дел незаконного оружия, а также освобождение административных и общественных зданий. Разблокировка всех улиц, скверов и площадей. Вооруженные люди должны уйти с улицы. Должна быть обеспечена нормальная жизнь граждан Украины, как в Киеве, так и в других регионах Украины. Должны учитываться интересы всех регионов Украины. Нам сложно будет выходить из этого жесткого кризиса, в который попала страна. Те потрясения, которые были и жертвы, это последствия этого политического кризиса. Это результат безответственной политики Запада, которая потворствовала Майдану. Но Украина сильная страна, и мы обязательно выберемся. Я также предлагаю провести общенациональный референдум. Вопросы, которые должны быть вынесены на общенациональный референдум, необходимо в самое ближайшее время сформировать с участием общественных организаций широкого круга представителей гражданского общества. И в любом случае эти вопросы должны касаться актуальных проблем, аспектов развития страны, безусловно, конституции и государственного строя. И так далее. Спасибо. Спасибо, Игорь Федорович. Дорогие коллеги, давайте перейдем к вопросам. Но я все-таки первый вопрос отдам своему коллеге из агентства Итарзаса, вы меня правильно поймете. Михаил Петров, пожалуйста. Не работает микрофон. Пожалуйста, все приставляйте, микрофон не работает. Михаил Петров, агентство Итарзаса. Микрофон включите, пожалуйста, девушка, которая держит микрофон. Включите микрофон, чтобы он... Добрый день. Михаил Петров, просто громко говори, а если что, я тебя дополнительный микрофон озвучу. Виктор, здравствуйте. Михаил Петров, агентство Итарта. Вчера в своем обращении вы заявили, что соглашение 2 февраля не выполнено. На чем вы основываете эти выводы? Если позволите, сразу еще второй вопрос. Это новость буквально последних часов. На Украине отстранены судьи Конституционного суда. Российский Конституционный суд уже достаточно резко отреагировал на это. Каково ваше мнение на этот счет? Спасибо. Спасибо. Да, да, я понял. Вопрос. Конечно, то соглашение, которое должно было урегулировать кризис, оно предусматривало выполнение этого соглашения с двух сторон. Я верил в порядочность иностранных посредников. И, несмотря на то, что это соглашение, я бы сказал так, было достаточно противоречивым и сложным. Я его подписал. И подписали лидеры оппозиции. Подписали министры иностранных дел трех государств. Действительно, оно в то время было очень важное. Оно предусматривало, что оппозиция и радикальные силы, которые были представлены на Майдане и не только на Майдане, но и в других регионах, они должны были разоружиться, освободить все захваченные территории. Но это не было выполнено. И как результат Киев был наводнен вооруженными людьми, которые начали громить дома, культовые учреждения, храмы, начали страдать абсолютно невинные люди. Людей просто на улицах грабили и избивали. И это продолжается и сейчас. поэтому соглашение для нас, конечно, давало какую-то надежду. Но все, что произошло дальше, трудно это назвать какими-то эпитетами. Это беззаконие, террор, безвластие и хаос, которые наступили после этого. Это беспрецедентные решения, которые принимались в парламенте способом насилия над депутатами, запугивания, забрасывания их камнями. их в прямом смысле слова таскали на Майдан, чтобы они там присягали. Это никак не назовешь работой парламента. Это работа Майдана. Под воздействием силовиков и боевиков Майдана парламент голосует. Поэтому и правительство, которое они сами назвали кабинетом победы. Победы над кем? Над украинским народом? А должно было быть правительство национального единства, о котором мы говорили и которое мы обсуждали. То есть трудно сегодня подобрать слова, каким образом формируется сегодня власть. И кто приходит власть? Те имена, которые облетели весь мир. Ярош, порубий, тягни бог. Это люди, которые пропагандируют насилие. их очень хорошо знают за пределами не только Украины, но во всем мире. А в Израиле они вызывают ужас. Поэтому я считаю, что Верховная Рада нелегитимна и по-прежнему считаю, что соглашение, которое не выполнено при условии, если бы оно было выполнено или если оно будет выполнено, оно смогло бы успокоить в значительной степени ситуацию и начать законный процесс урегулирования политического кризиса в Украине. Это выход из тупика, который нас завели радикалы. Там по поводу судей Конституционного суда была вторая часть вопроса. По поводу судей Конституционного суда это вообще беспрецедентный случай. Я думаю не только в Украине, а в мире. Когда Конституционный суд уничтожается, уничтожается государство и государственность. и этого нельзя допустить. Я не знаю, будет ли сейчас работать микрофон в зале, поэтому дам слово человеку с громким голосом. Андрей Колесников, пожалуйста. Микрофон дайте, пожалуйста, себе. Виктор Федорович, за что-нибудь стыдно? Я вам скажу стыдно. Более того, я хочу извиниться прежде всего перед ветеранами, перед украинским народом за то, что произошло в Украине, за то, что у меня не хватило сил удержать стабильность и допустить тот беспредел, который сейчас творится в стране. Пожалуйста.